Всем привет! Нахожусь я сегодня в Алуште на набережной. Сейчас я нахожусь в Профессорском уголке. Хочу пройтись с Профессорского уголка до Центральной набережной в Алуште. Посмотреть, что происходит и какая обстановка. Сейчас 2 часа дня. Жара неимоверная. Пекло. Людей, правда, все равно тьма тьмущая. Сегодня поднимается ветерок. С утра было более тихо. Ну, мы с вами пройдемся по набережной. Посмотрим, что здесь происходит, сколько лет, как обстоит обстановка на самих пляжах. Все, отбывается наше путешествие с Профессорского уголка до самого Алуште. Ну что, начинаем наш путь в сторону Центральной набережной. Говорят, тут недалеко. О, по морю даже автомобили ходят, посмотрите. Желтый автомобиль рассекает на волнах. Прикольно. На таком бы я, может, и протатилась. Катамараны. Ветерок чуть-чуть поднимается. Катер идет. Наверное, самой Центральной набережной. Хотя, вот всегда наоборот. Люди там под вот таким тентом отдыхают в тенечке. А я что хочу вам показать, посмотрите. Такие действительно красавцы сосны Станкевича. Гляньте, какие они вымахивают высокие и просто густые. Такие шапки круглые. Очень-очень густые. Они такие красивые. И мы идем вдоль этих сосен, которые высажены вдоль всех гостиниц и аквапарка. Сейчас мы будем проходить с вами аквапарк Балужчик. Это выглядит очень-очень круто. Это просто красиво. Вот даже отель-аквапарк, который находится. Там наверху сам аквапарк среди гор. В том году мы там были с вами. В этом году еще не добрались. Я еще не думаю, в какой. Если поеду, то в какой аквапарк. Народ по кафе сидит. На встречу не так уж много ходят людей. Но сейчас самый час пик. Ну, посмотрите. Это все занято машинами. Стоянка. Ни одного пустого парковочного места абсолютно нет. Поэтому, кто едет сейчас сюда, в этот уголок, надо задуматься, что на своем транспорте здесь машину вам оставить будет абсолютно негде. Все забито полностью. Посмотрите, какая красота. Стена, как изгородь. Цветущая олеандра. Цветущая юка. Пальма. Беседочка, которая создает денечек. И это все с видом на набережную, на само море. А над беседкой сверху нависают сосны. От них идет сейчас очень-очень такой сильный аромат хвои. Запах тут, конечно, морской перемешанный слой. Очень-очень приятный. Ну, а мы продолжаем свое путешествие. Как мне есть, час пик. А люди на набережной классике. Даже некоторые не повозвращались назад в гостиницу. С утра тут даже встать нелегде было. Ну, мы с вами ездили на экскурсию. Идем на джитну. Идем по лошади. Она меня продолжает удивлять. Шла по набережной. Тут какой-то перерыв. Я не знаю, где там проход на саму набережную. Идем по какому-то такому отрезку самого города. А тут вот такой, смотрите, виноторг и скульптура. Посмотрите. Вот такое есть здесь заведение. Здесь, я понимаю, вина, коньяки, Крыма. Можно забрать с собой виноторг с 1825 года. У меня здание действительно реально старое. С другой стороны бутики с одеждой. А здесь сувениры, вина, вина разных заводов. Так что, я думаю, сейчас мы где-то все-таки вывернем с вами на набережную. Также парковочные места практически все заняты. Там, где не заняты, стоят фишки. Все равно ждут. Заняты места для машин, кто отъехал. Представляете, сколько здесь людей. Я не представляю, что тут будет делать вечер. Вечер тут, наверное, вообще будет мне пропихнуться. А зелени тут сколько. Еще даже не погорело. У нас в городе каштаны. Акация уже желтая. Скидывают листья от такой неимоверной жары. А тут еще очень и очень классно и красиво. Обалденнейший город. Какой красоте мы с вами сегодня гуляем. Ну все, выходим мы опять на набережную. Я надеюсь... Да, это уже моя знакомая часть набережной. Это колесо обожрения. И набережный отрезок кротонды, которая стоит в начале центральной набережной. Или, можно сказать, в конце, если идти отсюда. Давай, ну, мы до нее с вами добрались. Кстати, я первый раз вижу фонтан, который бьется из прямо асфальта. Посмотрите. В том году я сколько не ходила, я его не замечала. Почему-то лета с этой стороны не пройдет. Хотя в музей камня мы ходили. Посмотрите, какой тут фонтанчик есть. Народ попытается ноги после моря здесь помыть. Ну, тоже вариант. Это Арочка в виде хвоста жарптицы. Там выше троллейбусная остановка. Так что мы с вами уже в знакомом месте. В знакомом. Ну, что, находимся мы с вами на самой центральной набережной. Я заглянула на первый пляж. Да, он узенький. Он не очень удобный. С камнями прямо из-под альпы торчащими. Но тут людей кишит кишма. По набережной. Набережная, кстати, очень-очень широкая. Метров шириной 20, если не больше. Но люди ходят. Вот и с самой пекла. Где-то полтретьего сейчас. Ну, да, как я и сказала, вечером тут будет очень-очень оживленный шум. Я смотрю, сколько там прогулочных бананов, катеров. Здесь как гирлянды висят. Плавательные жилеты, спасательные жилеты. Так что людей катаются много. Ну, то, что я и говорила, очень хорошо. Посмотрите, лапы ели. Они уже такие старые ели. Что просто наклонились к асфальту эти лапы свои. И получается такая, как беседка, козырек прямо над лавочками. Можно посидеть в тени, отдохнуть в прохладе. Насладиться ароматами сосны и морского воздуха. А, как я и говорила, впереди знаменитая Алушкинская ротонда. Нарка. И там где-то должен быть еще фонтан. Сейчас мы премократно идем с вами. Сами себе, да. Я подошла к фонтану, который находится в Алушкино, на самой набережной. Посмотрите, какой шикарнейший фонтан. Цветочка какого-то. А в центре фонтана мужчина где-то, наверное, осета какого-то. Посмотрите, какой шикарный фонтан. Продолжение следует. Ну что, дорогие друзья, все, подошла я к знаменитой арке Алушта-курорт. Народ там скачет, радуется. Снимает ролики. И мы с вами к ней подходим. На этом заканчивается центральная набережная. Где-то еще есть там продолжение восточной набережной, но сегодня мы уже туда с вами не попадем. Нам надо где-то что-то перекусить. И отправляться с вами дальше. У меня, кстати, сегодня же план. Я вам говорила, что у меня сын уезжает в Питер. Не помню, говорила или нет. Надо вопеть в Симферополь еще и посадить его на полюс в Симферополе. Так что, как-то так. И вот это Митарка. Алушта-курорт. Также там в тенечке прячутся голуби, как всегда. Сейчас их маловато, днем. А вечером вся арта усыпана голубями. Лаги российские развиваются, реют на вид. И сейчас подойдем, посмотрим, что делается на самом пляже. На пляже, конечно, это что-то чем-то здесь. Пляж широчайший. Хоть и пекло еще стоит неимоверное, но он почти полностью занят. Посмотрите, как говорится, яблоку негде упасть. Действительно, большое количество людей. И всякие тоже развлекалки, катера, бананы, маленькие кораблики. Так что, кафе, работа, осталось 6 свободных мест на увлекательном морском часовой заезе от нашего капитана. Стованная вода. На трехрядном. Попробуем. Вот нам на Дубном и Перегородном. Аттракционные по нами, друзья. Пора поделиться. В этом году как бы времени очень много. Мы с вами я сегодня в этот раз купалась, кстати, первый раз купалась в профессорском уголке на пляже. Ну, неплохой пляж такой, что необычно по сравнению с Феодосией это сразу глубоко, здесь глубокое дно. У нас очень дно такое плавное и гемель уходит далеко в море. А тут несколько шагов глубоко. Ну, тут оно чистое, камешки, не сбаламученное. Хоть и людей тьмать мучая. Так что в том году мы тут несколько раз купались в профессорском уголке и я не успевала покупаться. В этом году я решила искупаться в профессорском уголке, но до сюда уже времени у меня не хватает. ничего страшного. Лето еще не закончилось. Я думаю, мы сюда еще с вами не раз приедем и я еще не раз искупаюсь даже здесь, когда будет поменьше. Не очень люблю купаться среди толпы людей. По всей набережной работают кафешки, всевозможные столовые. Так что я думаю, где-то перекусить мы с вами найдем. Еще я включилась. Дорога тоже везде позирует около цветущих каких-то кустов обалденных. А я иду мимо олимпийского мишки, который тут несменный недвижонок. Уже даже не знаю сколько лет стоит. Очень и очень давно этот недвижонок здесь на набережной посмотрите лилибака. Радостно нас встречает. Везде зелень, пальмы, цветы, юлка. Я даже не могу передать как и чувствую меня переполняет когда я гуляю в самой набережной. в теневочке так хорошо на меня солнышко не попадает. А ну хотела спрятаться. А ладно идем в сторону фонтанчика. Посмотрите фонтан виден издалека по аллее. Какой мощный фонтан у них в Алуште на самой набережной. Еще поднимаюсь набережной вверх. Вот такой вот аллеи подарка спасибо за Крым. Сбоку справа от меня у них скейт площадка передвесного лорда в скейтах самокатов тренировочных как у нас там в парке. А я иду в сторону аквариума. Постараюсь конечно сегодня еще даже в аквариум попасть. Капешки даже при выходе на набережной стоят торгуют. В таком замечательном месте мы сегодня с вами побывали. Ну что, я очень хотела попасть в Волошьцинский аквариум в этом году. В том году мне здесь очень-очень понравилось. Пойдем посмотрим, что за год здесь изменилось. вначале здесь как и было всякие сувениры ракушки жидности всевозможные просто как я называю туземные товары которые можно ввести в подарок с собой. А мы отправляемся смотреть рыбок. Посмотрите это название неизбежное скорее всего это скалярия разновидностей скалярия гляньте какие красненькие за год они отросли а красный стал более идеальным посмотрите какие красавцы это варкус аквариум большое они повырастали большими рыбками у меня в аквариуме были маленькие это одна из шутших рыбок рыбок Субтитры делал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Красавчик Живой, сыпий, отдыхай Субтитры сделал DimaTorzok А это типа крокодилов Мало-мало, меньше, мало-мало, больше Субтитры сделал DimaTorzok Один на одном И в воде вот отсекает Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Мало-мало-мало ДимаTorzok ДимаTorzok Мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-м Все-таки увидишь, пироги не будешь лишь наоборот. Сверху, да? Да, все-таки. Нет, нет, здесь. Мама, это рыбка в коеме. Что бывает, можно покормить крокодильщиков. 200 рублей из пирата, дети сами могут быть покормлены. Это абсолютно без романа. Мама, у вас... Да ладно? Желаю. 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 Очень красиво. Пожарилась. Да ладно? Желаю. А ты любишь? Они с тобой. Ну что, друзья, все нахожусь. Я уже в Феодосию, и уже ночь в Аквариум все-таки я попала с друзьями. Мы погуляли, понасмотрелись океанических всевозможных рыб экзотических, и еле успели доехать до Симферополя, чтобы я проводила сына в Питер. Так что все дела мы сделали, мы погуляли, побывали на набережной Волушчика, пришли с профессорского уголка до самой ротонды по всей набережной, полюбовались красотами, побывали в Аквариуме, и довольные возвращаемся домой. Было все так быстро, что я даже нигде не успевала включиться, потому что времени, как всегда, в обрез. Но я успела вам все заснять, вы это все увидели, так что довольные мы прибыли домой. Всем пока-пока, до новых встреч!